Когда же сложилась Погрузская дорога, а это местные дублеры с ромынской дороги по Мясницкой, в Юрьевпальскую лесу. Только в самом центре Москвы сегодня можно ненадолго забыть, что столица это стремительный мегаполис и яростный деловой коммерческий очаг современного российского государства. Только в тихом центре можно ощутить, что это древний сакральный град, который нуждается в любви и спасении. А вот она и есть. Мы войдем в арку 17 века. Москловед и градозащитник Рустам Рахматуллин – один из лучших знатоков истории столицы, писатель и волею судеб неутомимый борец за спасение достопримечательных архитектурных памятников, а также один из лучших московских экскурсоводов. Сегодня он согласился быть и нашим гидом в городское прошлое. Звучит парадоксально, но нам захотелось подсчитать то, чего в Москве больше нет – необратимые архитектурные утраты 2015. Речь коснется актуальных городских тем – памятник князю Владимиру и Боровицкая площадь, центр идеологических раздоров Лубянка и Воробьевы горы. Предупреждаем – абсурдный список исторических утрат в столице продолжает оставаться угрожающе длинным. Рустам Рахматуллин о Москве, которую здесь любили. Здравствуйте. Добрый вечер. Пройдемся с вами сегодня по болевым точкам Москвы-2015. И по стечению обстоятельств мы как раз на одной из таких точек находимся. Хитровская площадь долго страдала, местные жители и активисты долго боролись с возможной анархией, которая могла здесь произойти. Здесь могли построить деловой какой-то торговый высоченный центр. Слава богу, этого не случилось. Устраивает ли любители и знатоков Москвы, а значит и вас лично, то, как выглядит площадь сегодня? Для городозащитного движения хитровка – это, конечно, победа. Зритель должен понимать, о каком офисном центре идет речь. О восьмиэтажном здании вот на этом пятне. Не в периметре, не на месте какого-либо дома, а вместо площади. Что было вместо площади до этого, с советских лет, когда был упразднен хитровский рынок? Здание техникума, которое заведомо выглядело как несковременное, и еще так отступало от красных линий в центр этого пятна. Оно всегда воспринималось как недолговечное. Хотя, конечно, мы не чаяли дождаться его сноса. Но когда выяснилось, что его сносят не для того, чтобы вернуть Хитровскую площадь, а в порядке некоего размена с инвесторами, который заполнит это пятно в красных линиях восьмиэтажным зданием, на века, что называется. И то, что мы видим сейчас, это образ победы, но победа смазанной. Мы не праздновали ее. Просто потому, что сочли проект благоустройства этой площади нереставрационным. Хитровская площадь – это достопримечательное место, то есть вид памятника. Здесь полагается проводить реставрационные работы, а не работы в стиле ЖКХ. Что это означает? Ну, прежде всего, если мы говорим о ландшафте, необходимо было, конечно, сохранить естественный рельеф. Площадь лежала на Косогоре и должна была снова лежать на Косогоре. То есть от второго ее образа искаженного следовало возвращаться к первому, а создан третий. И это большая или маленькая беда разных самых мест Москвы. Кто-то просто из гордости уперся и не пожелал слушать не только градозащитников, но и местное сообщество, которое годами разрабатывало такой согласительный проект. Николай Вакумов, художник-эскультор, живущий здесь, один из лидеров градозащиты на Ивановской горке, один из тех, кто спас Хитровскую площадь, разрабатывал этот проект, согласовывал его с местным сообществом. Мы называем это территориальным согласием. Те, кто живут, работают в районе, и просто москвичи, которые неравнодушны к этой теме, согласились с этими простыми пунктами. Площадь на Косогоре, историческое мощение вместо современного, а несколько других очень простых вещей. Казалось бы, небольшая разница, но она есть. Можно вспомнить какую-нибудь другую успешную кампанию, например, защиту Боровицкой площади от депозитария музея Кремля в те же годы, когда между Кремлем и Домом Пашкова должен был появиться, как тогда говорили, среднеазиатский обком. Очень дурное, неоклассистическое здание. Когда сейчас мы проходим мимо Боровицкой площади и видим этот воздух, открывающий возможность диалога Кремля и Дома Пашкова, а параметры этого диалога бесконечно глубоки, то мы радуемся. А когда на это место предлагается в очередной раз поставить скульптурное произведение, я даже его не называю, потому что неважно какое. С 12-метровой фигурой плюс постамент. 12-метровая фигура – это трех-четырехэтажный дом. В масштабе Пашкова дома в высотах 18 века – трехэтажный дом. Это высота дома Пашкова. То мы опять ощущаем, что победу городозащитную похищают. Вот что такое эти наши победы. И дела, предоставленные сами себе, клонятся к худу. Я давно вывел эту простую формулу. К сожалению. Ничего нельзя предоставить самотечению дел. Всякий раз, всякий раз надо снова и снова отстаивать вот этот успех. Вы очень аккуратно, не называя имен, подвели к следующей нашей болевой точке, но я все-таки озвучу ее. Это памятник святому князю Владимиру, который долго и мучительно пытаются куда-либо водрузить. С вашей точки зрения, с точки зрения Архнадзора, с точки зрения людей, которым небезразлична история Москвы, где мог бы стоять этот памятник? Я ведь не назвал памятник не из какой-то осторожности, а чтобы подчеркнуть, что совершенно не важно, кто изображен в фигуративном монументе 12 или 24-метровой высоты, стоящей на оси дома Пашкова между ним и Боровицкими воротами Кремля. Вот это я хотел подчеркнуть. Дело в посредственном фигуративном произведении, которое, оказавшись не в каких-то лесных кущах, не на склоне гор, который, оказывается, даже не на фоне Сталинского университета, а на фоне дома Пашкова, эталона вкуса мирового классицистического, лучшего произведения русского классицизма. А вот когда такое произведение оказывается на таком фоне и пытается превратить этот фон в свою кулису, наступает гамбургский счет. Вот и все. Когда мы видим памятник Владимиру на фоне здания служб безопасности, мы думаем о том, каково же Владимиру на фоне здания служб безопасности. А когда мы видим это изображение на фоне дома Пашкова, мы начинаем думать, а каково же дому Пашкова за этим произведением. Это две противоположные ситуации. И если на Лубянской площади, сама эта площадь, ее структура, требует стержень градостроительной композиции вернуть, неважно, вертикальная ли эта скульптура, вписанная в острую стелу, как был памятник Дзержинскому, в силуэт острой пирамиды, отвлекаясь от персоны, или фонтан, который, когда он бьет, а он бьет у нескучного дворца, потому что он сохранился и перенесен, это вполне вертикальный акцент. Когда нет, это не столь сильный, но акцент. Лубянская площадь требует такого акцента. Боровицкая площадь ничего этого не требует. Дом Пашкова не просто ничего перед собой не требует, он все перед собой исключает. Это не Брежнев для Никсона сноса дома в 1972 году перед домом Пашкова. Этот дом Пашкова вернул себе воздух для диалога с Кремлем. Это метафизика. Но метафизика – это то, что должен принимать во внимание художник, когда он работает в городском пространстве. Количество измерений, количество сложностей в центральных городских пространствах таково, что требует гения. А у нас сменная должность Микеланджело наших дней. Есть понятие гений места. Должны ли мы объяснять это скульптуру? Какие местные смыслы аккумулирует это предложение? Я не буду даже перечислять эти местные смыслы, связанные с началом Москвы, со скрещением путей, которые положили здесь Косой Крест, с нахождением переправы через реку и с выбором из двух холмов, где Кремль и дом Пашкова – место для начала города. И с их последующей оппозицией. Дом Пашкова в XVIII веке изображает древнюю оппозицию холмов, которую мы прослеживаем с XV века. С полемики Василия Темного и Шемяки, а потом с бегства Грозного из Кремля в Апричнину. Какие такие смыслы отражает памятник, стоящий боком к дому Пашкова и позволяющий себе превращать дом Пашкова в свою боковую кулису? Повторяю, мы говорим не о Владимире. Мы говорим о произведении Салавата Щербакова. И если Салават Щербаков или иные соавторы превращают защиту своего проекта, а проект положено защищать на художественных и архитектурных советах, в защиту Владимира, то он перепутал аудиторию. Его произведение не Владимир, а Владимир не нуждается в защите его от нас. А где уместно было бы... А это вопрос не к нам. Это инициатива российского военно-исторического общества. Они, не ожидая ни минуты завершения дискуссии, сообщают день за днем новости о отливке по частям, то ноги, то пояс. И при этом спрашивают нас, а где же это поставить? Что это? Почему на начальных стадиях обсуждения вы не обратились к специалистам по истории города, по истории искусства, по архитектуре, по сакральной топографии? Позавчера мы собирались впервые за все эти месяцы, если не годы, впервые эти люди пришли в собрание специалистов, среди которых были авторы томов по сакральной топографии, по архитектуре, полевые археологи с академическими званиями, изучающие Москву, специалисты по истории русского искусства, ведущие авторы многотомника русского искусства в разделе древнерусско-изобразительного искусства. И эти люди, которые, честно говоря, до сих пор не научились защищать свои проекты, требовали в их присутствии, чтобы с ними разговаривали профессионально. Как еще профессиональнее? Приостановите процесс. У вас нет идеи. Уважайте святого Владимира. Это критика справа, а не слева. Мы правее вас. Никто из этих профессоров и академиков не обязан отчитываться перед ними в своей государственнической, консервативной позиции. Эти люди десятилетиями отстаивают наследие. Десятилетиями. И к ним приходят, у меня нет слов, и пытаются разговаривать, как на байкерском митинге. Делают свое хоум-видео, из него делают нарезку, где никого из этих восьми спикеров не остается. Хорошо, это ваше право, но наше право больше не считать вас честными собеседниками. Ужас. А что происходит, Рустам? Вот в действительности, если отставить эмоции, последовательность принятия решений перевернута. Сначала обсуждается идея, обсуждается открыто, со всеми, кому это адресовано. Ведь нам говорят, что это адресовано всем, более того, что это делается от нашего общего имени. Фактически это делается поначалу в жанре спецоперации. Так же, как это делал тот же автор в Александровском саду. Там это была чистая спецоперация. Не успевали оглянуться, как появлялся Александр I, патриарх Гермоген, который очень похож композиционно на предложение по Владимиру. Сейчас предлагается сделать так, чтобы между ними было несколько сотен метров. И все это опять в буфере Кремля. У федеральной городостроительной политики очень мало импульсов, очень мало проявлений. Не знаю, хорошо это или плохо. Но это как другой пример. Вдруг решают опять без нас и за нас, что парламент поедет на мокрый лук в спальный район. Когда говорится, а почему же не поставить Владимира в спальном районе, я не сторонник этого. Но когда это говорится, логика противоположная. Он должен быть в центре города. Я согласен. В центре или на границе центра где-то. А как бы из внешнего пространства, глядя на старую Москву. Но отчего же это парламент должен вдруг из центра, где он оказался промыслительно, на мой взгляд, рядом с дворянским собранием, который был эрзацем палаты лордов, эрзацем парламента в отсутствие парламентаризма. Колонный зал. Когда он с этого места, с московского Капитолия и московского форума вдруг едет на мокрый лук в Мневнике, это антиримский жест. Антиримский. Антикапитолийский. Да еще в нынешней ситуации геополитической. Где тут логика? Ее нет вообще. Тут коммерческий размен с господином Гуцериевым и угроза сноса старого здания в охотном ряду. Какая тут федеральная политика? Кто кого, о чем спросил? И вот в этом случае с Воробьевыми горами вдруг оказалось, что можно услышать друг друга. Для этого понадобился ресурс университетской профессуры, сложившийся с ресурсом местного сообщества. Там есть жители, на Боровицкой нет жителей. с ресурсом градозащитников, художественные критики здесь были на последнем месте, с ресурсом инженеров-геологов, университетских геологов, чтобы это было услышано. Такой совокупный голос. А здесь вот мы сейчас остаемся одни за кого? За Екатерину Великую, за Баженова и Казакова, за Московский Кремль. Почему мы должны отстаивать от посредственной работы? Я прямо это говорю. Я считаю эту работу посредственной. И Владимир тут ни при чем. Примитивный пример. Тонкий, специальный. Но вся тема здесь состоит из тонкостей, специальных тонкостей. Здесь множество измерений. Это многогранный кристалл. Вы вошли в центр города, в его узловое средокрестье. Это и есть образ патрицианства, капитолийского холма. Между ними форум. Форум – это эспланада торжественного шествия, военного или сакрального, скользящая вдоль императорского холма в направлении сакрального холма, в направлении алтаря. Например, храмы Христа Спасителя. Оси форума – продольные оси. Есть оси гласиса, крепостного плацдарма – поперечные оси. Эту ось держит дом Пашкова с Боровицкой башней. В этих осях никто еще не смог предложить ничего убедительного. В этом поле крайнего напряжения художественного между шедеврами невозможно работать никому из наших современников, я в этом абсолютно убежден. И пример с депозитариями музеев Кремля. И пример с этим анекдотическим конкурсом Лужкова на памятник Баженову в домовладении дома Пашкова. Это было похоже на то, что сейчас. И в этом странном конкурсе на устройство всей Боровицкой площади, потому что, конечно, края кварталов оказались разорваны. Никто не может справиться с этим пространством, а оно не нуждается в монументе. Оно сейчас нуждается в воздухе, в прекрасном воздухе между этими шедеврами. Почему нигде никто и никогда прямо не скажет дежурному Микеланджело наших дней, что он не Микеланджело? Особенно на фоне Казакова и Баженова. После такой искренней проникновенной оды становится понятно, почему вы считаетесь одним из лучших не просто знатоков, но экскурсоводов по историческому сердцу столицы. Скажите, пожалуйста, много ли сегодня людей интересуется? Много ли приходит к вам на экскурсии? Людей приходит очень много, и не только ко мне, и дело не во мне. Ну, предположим, проект «Москва, который нет», с которым я сотрудничаю, который является коллективным учредителем Архнадзора собирает сотни и тысячи людей. Это огромная рассылка. Столица непознаваема. 8 тысяч памятников. Разный есть счет. Есть то, что не стало памятниками, должно им стать. Мировая столица. Она невместима, как наука, как вот целая наука, которую нельзя заставить учить всех. Многим не нужна физика. Правда же? А вот это те люди, которые пытаются вместить. Даже москловеды еще не вместили. Ни один москловед не может вместить в Москву. Даже какой-нибудь вундеркинд, лужин, шахматист, математик, странный человек, который может запомнить все. Не может он этого. Расскажите, пожалуйста, немножко о том, как родилась ваша личная любовь к столице. Вы коренной москвич. Это трудно понять самому. Где-то в средних классах школы возник интерес, благодаря родителям, прежде всего матери, интерес к древностям. Это начиналось, пожалуй, даже не с Москвы, а с таких профсоюзных путевок, когда советские учреждения отправляли своих сотрудников по Золотому кольцу или по какому-нибудь другому маршруту. И вот это были, пожалуй, первые впечатления. А вы родились где-то в сердце? В Москве? Нет. В Лосинке, больше того, в деревянном доме, не считая роддома, который через несколько лет снесли, в Лосиностровском Бабушкине. Вот. Не знаю, нужна ли такая небольшая дистанция для взгляда на старый город, словно бы, да, с его рубежа. Может быть, и да. Может быть, это имеет значение, может быть, и нет. Вот. И... Но уже в восьмом классе мы вдруг с одноклассником и другом вышли в город, то, что называется без родителей. Первый раз в такой самостоятельный поход в Москву, потому что в Лосинке говорят «И сейчас еду в Москву». Она начинается где-то за ВДНХ. И пошли, вышли и пошли. Вот так с тех пор и шагаю. Все-таки, возвращаясь к проблемной части нашего разговора, могли бы мы подвести такие небольшие итоги, может быть, Москвы 2015, какие исторические потери в ней совершились, какие победы, произошли для вас. Ну, в общем, что мы потеряли и что у нас осталось чудом? Мы соскучились по победам. Ну, ключевое слово здесь соскучились. Нам скучно. Нам скучно с мэрией. Нам скучно вот с собеседниками, которые ставят гордость и честь мундира, например, выше разумных доводов. я специально могу привести историю мирную, связанную, например, с нематериальным наследием, историю, где нечего ломать копья. Это простой и очень яркий пример. Таганские тупики, превращенные в улицу Высоцкого. Наше ли это дело? Наше, потому что Таганские тупики исторические названия. Мы даже не думали, что через 25 лет после волны возвращения названий мы снова должны будем кому-то напоминать о ценности нематериального наследия в этом аспекте, о ценности исторических названий. И тут мы впервые задумались, что нужен закон об этом разделе нематериального наследия, просто реестровый список защиты названий. То, что было решено, решено это было в конце июля, скучно, улица ли это? У нее появился второй выход. Стыдно сказать. Каждый может погуглить этот второй выход. Он увидит слева дом 9 и справа дом 9, а посередине ворота. Это флигели усадебные и выход сделан через ворота и усадебный кордонер. Ну это позорище. Мы предложили создавать новые топонимические объекты. Немалобюджетное, вообще безбюджетное решение. Сквер в центре Таганской площади. А вся адресация по Таганской площади. А сквер в Исоцком. Например. И в том же пакете решений мэра появился сквер Бунина на Поварской улице, где стоит памятник Бунину. Вся адресация по Поварской улице перпендикулярным переукам осознан новый объект топонимический. Но ведь разумно же. Однако же тут же через запятую утверждается неразумное решение с Высоцким. Давайте мы будем дарить вам эти идеи на этих площадках. Пусть у нас будет совет по наследию, где будут собираться не те, кто вам нравится, а те, на кого можно опираться, потому что можно опираться только на то, что сопротивляется. Что же говорить о физических утратах? Год начался с сноса домов Привалова на Садовнической улице, где полиция и ЧОП стояли в совместном оцеплении против нас. Это что же? Городской проект? Нет, это проект инвестора, которому сделали любезность, потому что посчитали, что этому инвестору надо сделать любезность. Большая Дмитровка 9, доходные дома Михайлова, Миховщика такого известного, по улице Египетский Модерн, а в глубине двора целый квартал из восьми или девяти строений. Смели почти все, сделав любезность инвестору, которому нельзя отказать. Хорошее решение про парк в заряде, хорошее на уровне решения президента. Парадеиндальное и анонимное решение о выносе парламента коммерческое. Получается, что коммерческое. Их немного. И вот эта слышимость с федеральным центром это тема года. Тема года. Здесь надо что-то менять. Не говоря уже про короткую скамейку тех самых инвесторов, которые ходят мимо мэров Кремля, поэтому ломают. Только поэтому. Это очень короткая скамейка. И когда мы упираемся в эти пять фамилий, извне кажется, что сюжет политизируется. Ничего подобного. Лишите их преференции. В обращении со старым городом все будет в порядке. При этом многие, например, проектировщики, архитекторы, люди, связанные со сферой инвестиций, со сферой строительства, подтверждают, что бум, накал инвестиций в старый город, сбит. Это, безусловно, заслуга Собянина, или, если угодно, того самого федерального центра, который Собянина привел на Москву. Безусловно, так. Количество точек, куда надо было бежать одновременно с утра, в девятом-десятом годах, и становиться в какое-нибудь оцепление, зашкаливало. Повестка дня Совета общественного движения Архнадзор заполняла две стороны листа. Мы экономим на бумаге две стороны листа. И мы вынуждены были до глубокой ночи эти вопросы щелкать. Сейчас повестка короче, это правда. Заслуга ли это Собянина? Это все-таки норма. Это возвращение к норме и способность услышать запрос города. Этого не отнять. Количественно стало легче. Стало ли легче качественно? Можно ли сказать, что мы теряем только средовые объекты защитили памятники? Конечно нет. Мы продолжаем терять все эти годы после Лужкова удивительные вещи. И интересная история. Она всем ревит о том, что желтый дом от красных цифровей. Они уже ранее классические. А сам дом порочный. Хотя между их строительством от из-за причинного клина в районе Аркорда. А теперь вы дадут замечательный дом. один с первой мент на самом же дюжей. Продолжение следует...